Практика самоисследования Начинающим практику самоисследования Шри Рамана советовал сосредотачивать своё внимание на внутреннем чувстве «я» и держаться этого чувства как можно дольше. Если их внимание отвлекается другими мыслями, то следует возвратиться к сознанию «я» мысли, как только они заметят это. Для содействия такому процессу искатель может вопрошать себя «кто я» или «откуда приходит это я?». Но окончательной целью должно быть непрерывное сознание «я», которое полагает, что именно оно ответственно за все активности тела и ума. На ранних стадиях практики в внимании к чувству «я» есть умственная активность, которая принимает форму мысли или ощущения. По мере развития практики мысль «я» уступает место субъективному переживанию чувству «я». И когда это чувство перестаёт связываться и отождествляться с мыслями и объектами, оно полностью пропадает. То, что остаётся, есть переживание бытия, в котором чувство индивидуальности временно прекращает действовать. Переживание может быть сначала прерывистым, но с повторением практики оно становится всё более лёгким для достижения и сохранения. Когда самоисследование достигает этого уровня, то присутствует сознание бытия без усилий, в котором индивидуальное усилие уже становится невозможным, так как «я», которое предпринимает усилия, временно перестаёт существовать. Данное состояние не является самореализацией, поскольку «я-мысль» периодически проявляет себя, но здесь уже высочайший уровень практики. Повторяющееся переживание этого состояния бытия ослабляет и уничтожает васаны, умственные тенденции, которые вызывают появление «я-мысли». И когда их власть уже достаточно ослаблена, сила атмана разрушает остаточные тенденции настолько полно, что «я-мысль» никогда уже не появляется вновь. И это и есть окончательное и необратимое состояние самореализации. Практика самовнимания или сознавания «я-мысли» — мягкая техника, которая обходит обычные репрессивные методы контроля ума. Она не упражнение в концентрации и не ставит своей целью подавление мыслей. Она просто вызывает сознание источника, из которого возникает ум. Метод и цель самоисследования — пребывать в источнике ума и сознавать истинную природу человека, удаляя внимание и интерес от того, чем он не является. На ранних стадиях практики усилие в форме перемещения внимания от мыслей к мыслителю весьма существенно. Но как только сознание «я-чувство» твердо установлено, дальнейшее усилие мешает продвижениям. После этого практика есть уже более процесс бытия, чем делание. Бытие без усилий скорее, чем усилие быть. Бытие, которым человек уже является, свободно от усилий, ибо бытийность всегда присутствует и всегда переживается. С другой стороны, старание быть тем, чем человек в действительности не является, то есть телом и умом, требует непрерывного умственного усилия, пусть даже почти всегда на подсознательном уровне. Отсюда следует, что на высших стадиях самоисследования усилие отвлекает внимание от переживания бытия, тогда как прекращение умственного усилия открывает это переживание. В конечном счете, атман открывается как результат бытия, а не делание чего-либо. Как заметил однажды сам Шри Рамана, не медитируйте, будьте. Не думайте, что вы есть. Будьте. Не думайте о бытии. Вы есть. Самоисследование не надо рассматривать как практику медитации, которая проводится в определенное время и в определенных позах. Оно должно выполняться непрерывно в течение всего бодрствования, независимо от вида занятий. Шри Рамана не видел противоречия между работой и самоисследованием и утверждал, что при небольшой практике последние можно осуществлять в любых условиях. Он иногда говорил, что регулярность практики хороша для начинающих, но никогда не выступал в защиту длительных периодов специального пребывания в медитации и всегда выражал недовольство, когда кто-либо из преданных хотел оставить деятельность в миру ради медитативной жизни. Вы сказали, что можно осознать Атман поиском его. Каков характер этого поиска? Вы есть ум. Или думаете, что вы ум? Ум же не что иное, как мысли. Позади каждой отдельной мысли находится общая мысль, которая и есть «я», то есть вы сами. Назовем это «я» первой мыслью. Вонзитесь в эту «я» мысль и спрашивайте ее, что она такое. Когда этот вопрос сильно захватит вас, вы не сможете думать о другом. Когда я поступаю так и крепко держусь за «я», то есть «я» мысль, другие мысли приходят и уходят, но я говорю себе «кто я?» и далее ответа нет. Пребывание в этом состоянии и есть практика, не так ли? Нет, это распространенная ошибка. Когда вы предпринимаете серьезный поиск Атмана, «я» мысль исчезает, и нечто иное, идущее из глубин, держит вас. Это уже не я, которая начала поиск. Что есть это иное? Это Атман, сущность «я». Это не эго. Это само высочайшее бытие. Вы часто говорите, что в процессе поиска нужно отвергнуть другие мысли. Но мыслим нет конца. Если одна мысль отвергнута, то приходит другая, и так до бесконечности. Я не говорю, что вы должны продолжать отбрасывание мыслей. Вонзитесь в себя, то есть в «я» мысль. Когда ваш интерес сохраняется на этой единственной идее, другие мысли автоматически отбрасываются и исчезают. И поэтому отвергать мысли не обязательно. Да, не обязательно. Это может быть необходимо в определенное время, или для некоторых. Вы считаете, что мыслим не будет конца, если продолжать отбрасывание каждой по мере ее возникновения. Это неверно. Конец есть. Если вы бдительны и прилагаете непреклонные усилия, чтобы отвергнуть каждую мысль при ее появлении, то вскоре обнаружите, что заходите внутрь себя все глубже и глубже. На этом уровне уже нет необходимости делать усилия для отбрасывания мыслей. Тогда возможно пребывать без усилия напряжения? Не только. Для вас становится невозможным прилагать усилия, выходящие за определенные рамки. Я жажду дальнейших разъяснений. Должен ли я попытаться вовсе не прилагать усилия? Сейчас вам не обойтись без усилия. Однако, когда вы пойдете глубже, то уже не сможете предпринять какой-либо усилие. Если ум обращается вовнутрь путем поиска источника, ахамврити, то вас она умирает. Свет Атмана падает на васаны и производит феномен отражения, именуемый умом. Таким образом, когда васаны угасли, ум также исчезает, поглощенный светом единой реальности — сердце. Это итог и сущность всего, что стремящемуся к истине необходимо знать. Категорическое требование к нему — вести ревностный и однонаправленный поиск источника, ахамврити. Какова должна быть практика у начинающего? Ум может стать спокойным только посредством исследования «Кто я». Мысль «Кто я», разрушающая все остальные мысли, в конце концов сгорит и сама, подобно палке, используемой для перемешивания погребального костра. При появлении других мыслей надо не следовать за ними, а спрашивать, для кого они возникают. Какое имеет значение, что поднимается множество мыслей? Если в момент возникновения каждой мысли прилежно исследовать, для кого возникла эта мысль, то отвен будет для меня. Если же после этого спросить «Кто я?», то ум возвращается к своему источнику, атману, и возникшие мысли успокаиваются. При повторении такой практики ум развивает силу пребывать в своем источнике. Хотел склонности к объектам чувств, вишая васаны, накопленные в безначальном прошлом, возникают бесчисленные, подобно волнам океана. Они все погибнут, как только медитация на истинной природе станет все более и более интенсивной. Не оставляя места сомнениям, следует неуклонно поддерживать внимание к «Я». Пока в уме сохраняются тенденции к объектам чувств, практика исследования «Кто я?» обязательно. По мере возникновения мыслей их следует разрушать здесь и теперь в самом источнике их появления, используя исследование. Отсутствие внимания к другому есть непривязанность или отсутствие желаний. Не оставление Атмана — это знание джняна. Воистину, оба отсутствие желания и знания одно и то же. Подобно ловцу жемчуга, прикрепляющему к поясу камень, чтобы опуститься на дно моря за жемчужиной, каждый из нас, вооружаясь непривязанностью и ныряя глубоко внутрь себя, может достать жемчужину Атмана. И если применять непрерывные воспоминания истинной природы, пока Атман не будет достигнут, то одного этого будет достаточно. Исследование «Кто я?» находящееся в оковах и познание своей действительной сущности одно есть освобождение. Постоянное удержание ума в установленном Ватмане только и называется самоисследование. В то время как медитация есть размышление о том, что медитирующий есть абсолют, Брахман. Бытие сознания блаженства. Сад Читананда. Последователи йоги говорят, что при желании найти истину, необходимо отвергнуть мир и уйти в дебри леса для уединения. Отрекаться от деятельной жизни нет необходимости. Если вы медитируете час или два ежедневно, то сможете справиться со всеми своими обязанностями. При правильной медитации, вызванной ею течение ума, будет продолжаться и во время вашей работы. Здесь как бы два пути выражения одной идеи. Та же линия, которую вы принимаете в медитации, будет выражена и в вашей деятельности. И каков будет результат? Если вы будете продолжать то обнаружите, что ваше отношение к людям, событиям и объектам постепенно изменяется. Ваши действия будут стремиться самопроизвольно следовать вашим медитациям. Человеку следует отказаться от личного эгоизма, который привязывает его к этому миру. Отбрасывание ложного «я» есть истинное отречение. Возможно ли стать неэгоистичным, ведя активную мирскую жизнь? Между работой и мудростью противоречий нет. Вы подразумеваете, что можно продолжать все прежние активности, профессиональные, например, и в то же время получить просветление? Почему же нет? Однако в таком случае человек не станет думать, что эта прежняя личность выполняет работу, ибо его сознание будет постепенно перемещаться, пока не окажется центрированным на том, что лежит за пределами маленького «я». «Если человек погружен в работу, то для медитации у него остается очень мало времени. Выделение времени для медитации необходимо только для явных духовных новичков. Продвинутый духовно, достигший успеха, начнет радоваться глубокому блаженству независимо от того, работает он или нет. В то время, как его руки заняты деятельностью в миру, голова сохраняет спокойствие и уединение. «Значит, вы не учите пути йоги?» Иогин пытается привести свой ум к цели, как пастух пригоняет бока палкой, а искатель на этом пути задабривает быка, протягивая прикоршню травы. Как это делается? Вы должны задать себе вопрос «Кто я?» Это расследование приведет в конце концов к открытию внутри вас чего-то, находящегося за умом. решите эту великую проблему и вы решите все остальные. При поиске «Я» ничего не видно. Вы привыкли отождествлять себя с телом, а зрение с глазами, и поэтому говорите, что ничего не видите. Что следует увидеть? Кто видящий? Как видеть? Существует только единое сознание, которое, проявляясь как «я» мысль, отождествляет себя с телом, проецирует себя посредством глаз и видит объекты вокруг. Индивидуум ограничен бодрствующим состоянием и рассчитывает увидеть что-нибудь непохожее. Свидетельство его чувств служит ему авторитетом. Однако он никогда не допускает мысли, что видящий, видимое и процесс видения проявления одного и того же сознания, а именно «я-я». Размышление помогает ему преодолеть иллюзию, что Атман должен быть видимым. Воистину нет ничего видимого. Как вы сейчас чувствуете «я»? Разве вы держите перед собой зеркало, чтобы знать свое собственное существование? сознание есть «я». Осознайте это, и это суть истины. при поиске источника мыслей есть восприятие «я», но оно не удовлетворяет меня. Совершенно верно. Восприятие «я» связано с формой, может быть, тела. С чистым «я» ничто связывать не следует. Атман ни с чем не связан. Чистая реальность, в чьем свете сияют тело и эго. При успокоении всех мыслей остается чистое сознание. Как раз при пробуждении от глубокого сна и перед восприятием мира имеет место это чистое «я», «я». Держитесь за него, не засыпая и не позволяя мыслям овладеть вами. Если это твердо удерживается, то даже видение мира не имеет значения. Видящий остается незатронутым феноменами. Что такое эго? Исследуйте. Тело не чувствующее и не может сказать «я». Атман чистое сознание и он недвойствен. Он не может говорить «я». Никто не говорит «я» в глубоком сне. Что же тогда есть эго? Оно есть нечто промежуточное между инертным телом и атманом. Оно не имеет точки опоры. При поиске оно исчезает словно привидение. Ночью из-за игры теней человек может вообразить рядом с собой привидение. Он обнаружен, что в действительности привидения нет. Это просто тень дерева или столба, если внимательно осмотрится. Иначе он может сильно испугаться. Чтобы привидение исчезло, требуется внимательно осмотреться. Впрочем, его никогда и не было. точно так же и с эго. Оно неосизаемое связь между телом и чистым сознанием. Оно нереально. До тех пор, пока его внимательно не рассматривают, оно причиняет затруднения. Но при поиске выясняется, что эго не существует. Вот пример. Индусские свадьбы часто длятся пять-шесть дней. На одной из них посторонний человек был ошибочно принят стороной невесты за почетного гостя, и ему стали оказывать особые знаки внимания. Ведь эта сторона жениха тоже посчитала его какой-то важной персоной и начала демонстрировать свое уважение. Незнакомец чувствовал себя прекрасно, но все время сознавал сложившуюся ситуацию. Как только сторона жениха решила выяснить, кто этот человек, посторонний сразу почувствовал опасность и словно испарился. Точно так же и с эго. Если искать, то оно исчезает, а если нет, продолжает причинять беспокойство. исчезает, я пытаюсь выполнять исследование, кто я, то засыпаю. Что мне нужно делать? Упорствуйте в исследовании, когда бодрствуете. Этого вполне достаточно. Если вы продолжаете исследование вплоть до момента засыпания, то оно будет длиться так же и во сне. Начинайте исследование снова, как только проснетесь. как я могу добиться внутреннего мира? Кажется, мне не получить его посредством практики вечары. Мир является вашим естественным состоянием, но оно блокируется умом. Если вы не переживаете покои, то это означает, что ваши вечары направлены только на ум. Исследуйте, что такое ум, и он исчезнет. Отдельно от мысли не существует такой вещи, как ум. Тем не менее, поскольку мысли возникают, вы предполагаете наличие какого-то их источника и называете его умом. Если же вы углубитесь вовнутрь, исследуя, что это, то обнаружите, что в действительности ума не существует. Когда таким образом ум исчезнет, вы обретете вечный мир. Когда я занимаюсь исследованием, касающимся источника, из которого возникает я, то достигаюсь стадии спокойствия ума, за пределами которой не могу продолжать практику. Нет никаких мыслей, только пустота, бессодержательность. Распространяется мягкий свет, и я чувствую себя бестелесным. У меня нет ни познания, ни видения тела и форм. Переживание длится около получаса и доставляет удовольствие. Правильен ли мой вывод, что единственно необходимым для обеспечения вечного счастья, то есть свобода или спасения, или как бы это ни называлось, является продолжение подобной практики до тех пор, пока такое переживание не будет сохраняться подряд часами, днями и месяцами. Это состояние не означает спасение. Оно называется маналайя или приходящее спокойствие мысли. Маналайя концентрация, временная остановка движения мыслей. как только эта концентрация прекращается, мысли, старые и новые, устремляются как обычно. И даже если такое временное успокоение ума продлится тысячу лет, оно никогда не приведет к общему уничтожению мысли, называемому освобождением от рождения и смерти. Поэтому практикующий должен быть всегда настороже и исследовать внутри чьё это переживание, кто осознаёт его приятность. Без такого исследования он впадает в длительный транс или глубокий сон, йога-нидр. Из-за отсутствия правильного руководства на этой стадии духовной практики, многие впадали в заблуждение, становясь жертвой ошибочного чувства освобождения. И только некоторым удавалось безопасно достичь цели. Следующая история очень хорошо иллюстрирует это положение. Ники Гин многие годы выполнял тапос на берегах Ганги. Когда он достиг высокой степени концентрации, то уверовал, что продолжительное пребывание в этой стадии является освобождением и практиковал её. Однажды перед входом в глубокую концентрацию он почувствовал жажду и попросил ученика принести ему немного воды из Ганги. Но прежде чем тот вернулся с водой, он впал в йога-нидру и оставался в таком состоянии бесчисленные годы. Когда он очнулся от этого переживания, то сразу крикнул «Воды! Воды!» Но уже не было видно ни ученика, ни Ганги. Первым делом он вспомнил о воде, ибо перед входом в глубокую концентрацию высшим слоем мысли в уме была мысль о воде, а концентрация, независимо от её глубины и длительности, могла только временно успокоить ум. при возвращении в исходное состояние сознания эта верхняя мысль ринулась со скоростью и силой половодия, прорвавшего дамбу. Если такое случилось с мыслью, сформировавшейся непосредственно перед медитацией, то нет сомнений, что мысли, зародившиеся ранее, также остались неуничтоженными. Если уничтожение мыслей освобождение, то можно ли того иогина назвать достигшим спасения? Садхаки, искатели, редко понимают разницу между этим временным успокоением ума и постоянным разрушением мыслей . В Маналайе на какой-то период имеет место спад мыслей волн. И хотя этот период может длиться даже тысячу лет, мысли успокоенные лишь временно поднимутся, как только Маналайе прекратится. Поэтому практик должен очень осторожно наблюдать за своим духовным прогрессом, не позволяя себе быть застигнутым такими периодами покоя мыслей. При возникновении описанного переживания необходимо сразу оживить сознание и исследовать внутри, кто ощущает этот покой. Не допуская вторжения мыслей, необходимо в то же самое время предупредить погружение в глубокий сон йога-нидра или самогипноз. Хотя эта Маналайя знак прогресса на пути к цели, однако она является также точкой, от которой идут две дороги к освобождению и к йога-нидре. Легкий, прямой и кратчайший путь к спасению — это метод исследования. С его помощью вы ведете силу мыслей все глубже и глубже, пока она не достигает своего источника и не сливается с ним. И тогда вы получите отклик изнутри и обнаружите, что покоитесь там, уничтожив все мысли сразу и навсегда. И эта Я-мысль истекает из меня, но я не знаю себя, Атмана. Все это только умственные представления. Сейчас вы отождествляете себя с фальшивым Я, который есть Я-мысль. Эта Я-мысль поднимается и спадает, тогда как Я по ту сторону подъемов и спадов. В вашем бытии не может быть перерыва. Раньше вы спали, сейчас бодрствуете. В глубоком сне нет несчастья, тогда как при бодрствовании оно существует. За счет чего имеется это различие в переживании? В вашем глубоком сне Я-мысль не было, тогда как она присутствует в настоящем. Я не очевидна и Я демонстрирует себя. Оно препятствует вашему правильному знанию. Найдите откуда поднимается Я. Тогда оно исчезнет и вы будете только тем, кто вы есть, то есть абсолютным бытием. «Как это сделать, пока у меня нет успеха?» ищите источник Я-мысли. Это все, что нужно делать. Вселенная существует из-за Я-мысли. Если последний заканчивается, то наступает также конец истрадания. Фальшивый Я закончится, как только его источник будет найден. Люди часто спрашивают, как контролировать ум. Я отвечаю, покажите мне ум, и тогда вы узнаете, что делать. Факт в том, что ум это только связка мыслей. Как вы можете погасить его мыслью или желанием сделать это? Ваши мысли и желания являются неотъемлемой частью ума. Ум просто откармливается новыми возникающими мыслями. Поэтому глупо пытаться убить ум посредством ума. Единственный путь к этому найти его источник и крепко держаться за него. Тогда ум постепенно исчезнет сам собой. Йога учит Чита Врити Ниродха контроль активности ума. Но я говорю Атма Вичара самоисследование. Это практический путь. Чита Врити Ниродха достигается в глубоком сне, обмороке или при голодании. Как только любая из названных причин устранена, вспыхивают новые мысли. Какая же от этого польза? В состоянии оцепенения есть покой и нет страдания, но оно возобновляется, когда ступор удален. Поэтому Ниродха контроль бесполезен и не может быть неприходящим благом. Как же тогда сделать эту пользу постоянной? Нахождением причины страдания, которая вызвана восприятием объектов. Если их нет, то случайных мыслей не будет, и поэтому страдание стирается. Как добиться исчезновения объектов, это уже следующий вопрос. Шрути, писания и мудрецы говорят, что объекты просто творение ума, не имеющие самостоятельного существования. Исследуйте этот вопрос и убедитесь в истинности последнего утверждения. Результатом будет вывод, что объективный мир находится в субъективном сознании. Таким образом, атман единственная реальность, которая пронизывает мир, а также окутывает его. Ввиду отсутствия двойственности, мысли не будут возникать и нарушать ваш покой. И это есть самореализация. Атман вечен, и его реализация также вечна. Абхьяса, духовная практика, выражается во внутреннем возвращении в атман каждый раз, когда вы обеспокоены мыслью. Это не концентрация или разрушение ума, но возвращение обратно в атман. Почему концентрация неэффективна? Просить ум убить ум все равно, что брать вора в качестве полицейского, чтобы поймать вора, которым он само является. Он пойдет с вами, притворяясь, что ловит вора, но результата не будет. Поэтому вы должны обратиться вовнутрь, увидеть, откуда он возникает, и тогда он прекратит существование. Но разве мы не используем ум, поворачивая его вовнутрь? Конечно, мы применяем ум. Хорошо известно и признано, что только с помощью ума можно убить ум. Однако вместо разговора о том, что существует ум, и вы собираетесь его убить, вы начинаете искать источник ума и обнаруживаете, что ума вообще нет. Ум, обращенный вовне, результируется в мыслях и объектах. Обращенный вовнутрь, он сам становится атманом. Пусть так, но вот чего я не понимаю. Вы говорите, что я сейчас является ложным. Как уничтожить это ложное я? Вам не нужно уничтожать ложное я? Как может я уничтожить себя? Все, что вам нужно сделать, это найти его источник и пребывать там. Ваши усилия могут простираться только до этих пор. Потом потусторонний возьмет заботу на себя. Вы уже беспомощны там. Никакое ваше усилие не может достичь то, что если я есть всегда здесь и теперь, то почему я не чувствую этого? Вот что. Кто говорит, что оно не чувствуется? Говорит ли это я или я в кавычках? Исследуйте, и вы обнаружите, что это голос ложного я, который и есть препятствия. Его надо удалить, чтобы я могло быть открыто. Чувство «я еще не осознал» само препятствует реализации. Фактически оно уже осознанно и нет более ничего для осознания. В противном случае реализация будет чем-то новым. Если она не присутствует до сих пор, то должна иметь место в будущем. Что рождено, так же и умрет. Если реализация не вечна, то грош ей цена. Следовательно, мы ищем совсем не то, что должно явиться чем-то новым. Она единственная, что вечна, но сейчас неизвестная за препятствий. Она то, которое мы ищем. Все, что требуется сделать, это удалить препятствия. Бытие вечного неизвестно в средстве неведения. Неведение это препятствие. Покончите с неведением и все будет хорошо. Неведение тождественной ямысли. Найдите ее источник, и она исчезнет. Сама ямысль напоминает дух, хотя и не осязаемый, но поднимающийся одновременно с телом, расцветающий и исчезающий с ним. Сознание тела это я. Откажитесь от этого сознания поиском источника я. Тело не говорит я есть. Это вы говорите я есть тело. Найдите кто есть этот я. При поиске его источника оно пропадет. Как долго ум может оставаться или удерживаться в сердце? Этот период увеличивается по мере практики. Что происходит в конце этого периода? Ум возвращается к нынешнему обычному состоянию. Единство в сердце заменяется множеством воспринимаемых феноменов. Это и называется вовне обращенным умом. Ум пребывающий в сердце называется покоящимся умом. Когда человек ежедневно практикует все более и более, то ум делается особенно чистым благодаря удалению его дефектов. И эта практика становится столь легкой, что очищенный ум погрузится в сердце сразу после начала исследования. Может ли человек, уже получивший в медитации переживание садчита нанды, отождествлять себя с телом после медитации? Да, это возможно, но он постепенно утрачивает это отождествление в течение своей практики. В свете прожектора атмана темнота иллюзии рассеивается навсегда. переживание приобретенное без оскоренения всех васан не может оставаться устойчивым и для этого должны прилагаться усилия. Знание будет оставаться непоколебимым только после удаления всех васан. Мы должны бороться с вековыми склонностями ума и они все уйдут сравнительно быстро у тех, кто выполнял садхану еще в прошлом и позднее у всех остальных. Эти склонности пропадут постепенно или они вдруг все исчезнут в один день? Я спрашиваю об этом потому, что, хотя и остался здесь на длительный срок, но каких-либо последовательных изменений в себе не ощущаю. Когда солнце встает, то темнота уходит постепенно или вся сразу? Как я могу судить о прогрессии в исследовании? Степень отсутствия мыслей и есть меры вашего продвижения к самореализации. Она неизменна и понятие прогресс к ней неприменима. Атман всегда реализован. Препятствует мысли и прогресс измеряется степенью удаления помех пониманию того, что атман всегда реализован. Поэтому нужно контролировать мысли, выясняя для кого они возникают. Идите к их источнику, где они уже не поднимаются. сомнения постоянно возникают. Поэтому я и задал этот вопрос. После прояснения одного сомнения появляется другое, которое, будучи разрешенным, прокладывает дорогу следующему и так далее. Поэтому все сомнения развеять невозможно. ищите для кого они возникают. Идите к их источнику и пребывайте в нем. Тогда они перестанут появляться. Вот как следует прояснять сомнения. «Нужно ли мне продолжать спрашивать «кто я?» не давая ответа? Кто спрашивает и кого? Какое бхавану отношение должен принимать ум во время исследования? Что такое «я?» Атман или эго? При воображении «кто я?» «я» это эго? На самом деле спрашивается «что является источником или началом эго?» Вам не нужно иметь какую-либо бхавану отношение в уме. Требуется просто отбросить бхавану, что вы тело, имеющее такой-то вид, носящее такое-то имя и так далее. Нет нужды иметь бхавану о вашей истинной природе, которая пребывает такой, как всегда. Она есть реальность, а не бхавана. Но разве не странно, что я должно искать «я?» Не обратится ли в конце концов вопрошение «кто я?» в пустую формулу? Или я должен ставить себе этот вопрос бесконечно, повторяя его словно какую-то мантру? Самоисследование, конечно, не является пустой формулой. Оно серьезнее, чем повторение любой мантры. Если бы вопрос «кто я?» был только вопрошением в уме, он не имел бы большой ценности. Настоящая цель самоисследования состоит в том, чтобы сфокусировать цельный ум на его источнике. Следовательно, это не тот случай, когда одно я ищет другое я. Самоисследование менее всего является пустой формулой, ибо оно включает интенсивную деятельность цельного ума по сохранению его устойчивого пребывания в чистом самосознавании. Достаточно ли уделять атмавичаре некоторое время утром и вечером? Или я должен практиковать ее постоянно, даже когда пишу или прогуливаюсь? Какова ваша истинная природа? Она в том, чтобы писать, прогуливаться или быть? Бытие — это единственная неизменяемая реальность. И пока вы не осознали это состояние чистого бытия, следует продолжать исследование. Если удалось утвердиться в нем, то дальше беспокоиться незачем. Никто не будет искать источник мыслей, если они не возникают. Пока вы думаете, я гуляю или я пишу, ищите, кто это делает. «Если я упорно продолжаю отбрасывать мысли, то могу ли назвать это вечарой?» Такая практика может быть промежуточной ступенью, но фактически вечара начинается только когда вы прилепились к Атману и уже ушли от движения ума, волн мыслей. Значит, вечара не связана с деятельностью интеллекта? Да, не связана. Она представляет собой Антара вечару, внутренний поиск. Только начинающим удается совет удерживать и исследовать ум. Но в конце концов что такое ум? Лишь проекция Атмана. Ищите для кого он появляется и откуда возникает. Тогда обнаружите, что коренная причина Я-мысль. Идите глубже, и Я-мысль исчезнет, оставляя одно бесконечно распростертое сознание Я. Я задал матери в Шри Аурабинда Ашраме такой вопрос. Почему я ничего не воспринимаю, хотя и поддерживаю пустоту ума без возникающих мыслей, так, чтобы Бог мог показать себя в истинном бытии? Ответ был таков. Позиции правильно и сила придет свыше. Это и есть прямое переживание. Следует ли мне что-нибудь еще делать? Будьте тем, кто вы есть. Нечему снисходить или проявляться. Необходимо только потерять эго. То, которое есть, всегда здесь присутствует. Даже сейчас вы то, и не отдельно от него. Пустота видимо вами, и вы находитесь тут, чтобы видеть ее. Зачем ждать? Мысль я еще не увидел, надежда увидеть и жажда обрести что-нибудь, все это работа эго. Вы попались в силки эго. Оно говорит все это, а не вы. Будьте собой и только. После рождения вы что-то приобрели, но полученные должны также вернуть. Поэтому оставьте все это многословие. Будьте тем, кто вы есть. Узнайте, кто вы есть и оставайтесь самим собой, адманом, свободным от рождения, смерти и возвращения. Как познать себя? познать себя значит быть собой. Разве можно сказать, что вы не знаете себя? Вы не видите собственных глаз и не имеете зеркала, но это ведь не повод для отрицания их наличия. Подобным же образом вы осознаете атман, хотя он и не является объектом. Разве вы отрицаете свое «я», пусть невоспринимаемое как объект? Ваше высказывание «я не могу познать себя» означает отсутствие атмана в терминах относительного знания, ибо вы настолько приучены к этому знанию, что отождествляете себя с ним. Такое ошибочное отождествление и создает трудность узнавания очевидного «я», так как оно не является объектом. А потом вы спрашиваете, как человек должен познать себя? Вы говорите о бытии, бытии чего? Ваш долг быть, а не быть этим или тем. «Я есмь, то я есмь», заключает всю истину. А метод практики суммируется двумя словами «быть спокойным». Что означает спокойствие? Оно означает уничтожение вашего «я», ибо любое имя и форма являются причиной волнения. Отбросьте представление, что «я» есть это и то. все, что требуется для постижения себя, это быть спокойным. Что может быть легче? Следовательно, атмовидео, самопознание, достичь проще всего. Изучение и познание заслуживает только истина человека. Обратив к ней внимание, следует ревностно постигать ее в сердце. Это знание себя откроется только сознанию, безмолвному, ясному и свободному от деятельности возбужденного и страдающего ума. Познайте, что сознание, которое всегда сияет в сердце, как бесформенный атман, «я», и которое познается пребыванием в тишине, отсутствия мыслей о чем-либо, как существующем или несуществующем. Одно есть совершенная реальность. ? Продолжение следует... Продолжение следует...